Сколько же Господь открывает, когда ты с Ним разговариваешь, когда ты Его слушаешь. Сколько же открытий, откровения за откровением. Я всё правильно сказала по слову, как Господь и велел, но я не акцентировала внимание в своём сюжете относительно, какой избрал Господь пост. «Разве такой я избрал пост?» Пишет он в 58 главе через пророка Исаию. Но я, цитируя там Священное Писание, прилагая там один из стихов из книги Ездры, когда Он взял пост и молитву на берегов реки, дабы совершить Ему этот поход и прийти в Иерусалим, не будучи разграбленным, уповая полностью на Господа, на Его силу, на Его могущество, что только Бог способен оградить от всего. Хотя была возможность у царя попросить охрану, воинов. И царь бы дал Артаксеркс, он же отпустил Израиля. Ну, возвращайтесь. Расположил Господь его сердце, он богобоязнен был, но Ездры не посмел, не посмел, заявляя о могуществе, о силе Господа Бога, в Которого верует израильский народ. Он не посмел просить у него ни охрану, ни воинов, хотя понимал, что, проходя через пустыню, мог быть и ограблен всеми этими разбойниками, кочевниками, но он уповал на Господа. И что он сделал? Пост и молитва. Я привожу в сюжете этот пример, опираюсь на этот стих, но я сейчас, мне Господь сказал, но ты не придала еще более весомого значения всему этому, потому что пост без молитвы – ничто. Как велик Господь! Если просто поститься и не молиться, то это ни о чем. И он мне сейчас, знаете, как сказал, чтобы было понятно. Вот в религиозные общины, в собрания люди приходят и им говорят – поститесь, так положено. И люди начинают это совершать, пробуют поститься, и у них не получается, они не выдерживают. Они не знают ни Иисуса Христа, они не знают то, что завещано нам, не знают Слово Божие. И они не понимают о том, что без молитвы пост невозможно выдержать. Это две неотъявленные вещи. Их невозможно разделить. А люди не знают, как это делать. Они не общаются с живым Богом. Здесь речь идёт не о том, что ты возьмёшь и будешь просто читать какой-то сборник молитв. Это совершенно не то. Нужно личное общение, нужна молитва живая. Живая молитва, которая заполнит нужду в пище, в Плотской. То есть начнёт поступать питание духовное. Человек должен это уметь делать, он должен понимать. Он должен иметь общение с живым Христом, с живым Господом. И тогда он выдержит. Ну и как бы, чтобы по плоти было понятно вообще людям. Мне методика в голове. Речеобразующие органы, губы, зубы, язык дали по тексту. И наши речеобразующие органы, им же мы и употребляем пищу. Но если это будет занято словом, если я буду занята тем, что буду находиться в молитве, я буду постоянно в общении, я буду разговаривать. Либо прерываться от молитвы, находясь на своём месте, трудовом, когда опять же я несу слово, я общаюсь, я читаю лекции, я веду уроки. Мне некогда есть, мне некогда туда засовывать какой-то плотский кусок такой реальный. Потом, завершая свои уроки, я вновь встаю на молитву, я вновь начинаю общаться с Господом. И рот-то занят, он занят, тебе некогда туда чего-то другого кидать. Ты постоянно находишься в молитве, ты постоянно находишься в общении с живым Богом. И тогда можно выдерживать этот пост, находясь в Духе Святом. Но без молитвы невозможно, невозможно. Потому что разум человеческий, если он идёт мирское, вот это вот, остатки все эти вот давящее, душевное, мирское, душа недовольна, она мучается, она скорбит. Ай-яй-яй, есть хочу. Что нет общения с Богом, человек не выдержит. Человек не выдержит. А поэтому Господь, зная нашу слабую, немощную плоть, Он и говорит, ты лучше не давай слова. Лучше тебе не давать слова. Лучше тебе не брать никакой пост. Чем сказать, взять его и не выдержать. Лучше ты не делай этого. Он понимает нас. Но Он не понимает тех, которые до сих пор не вышли навстречу, не побежали навстречу. Тот, кто не принял Господа в своё сердце. Тот, кто не стал общаться с Ним. Тот, кто не хочет возрастать в Духе. Вот этого Он не понимает и не поймёт. Вот этого не понимает. А по плоти Он человек, Он прекрасно понимает. Он сам был здесь. На земле Он всё видел. Так что пост и молитва. Без молитвы невозможно выдержать. Поэтому займём в речи, образующий свой аппарат, верным делом. Верным делом. Живым общением с Господом Богом нашим, Иисусом Христом. Ибо это и есть настоящая молитва. Благодарю тебя, мой Господь. О всемогущий, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллегорис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова